В эфире программа «Открытый диалог». У нас в гостях заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы России номер 17 по Московской области Евгения Маргун. А что изменилось с налоговым законодательством вот в этом году? В этом году мы уже начислили имущественные налоги за 2014 год. Такие налоги, как земельный, налог на имущество и транспортный налог. Налог на имущество остался на прежнем уровне, хотя из 2015 года введена в действие 32 глава налогового кодекса – это налог на имущество, которое отменило закон 2003-1 о налогах на имущество физических лиц. И уже начиная с налогового периода 2015 года мы будем начислять налог по-новому, будет новый расчет налога на имущество, где будет задействована уже кадастровая стоимость. Соответственно, на органы Росреестра возложена обязанность откадастрировать именно все объекты недвижимости, которые находятся на территории Российской Федерации. Ну и транспортный налог. С 2014 года увеличены ставки на основании закона о транспортном налоге в Московской области и различные категории транспортных средств. Допустим, до 100 лошадиных сил транспортные средства ставка останется на прежнем уровне – это 7 рублей, а далее от 100 до 150 уже вырастет, где на 3 рубля, а где на 4 рубля. Кроме того, с 2014 года вступил в силу закон о роскошных транспортных средствах. Соответственно, имея дорогое транспортное средство, количество лет с производства которого прошло немного, получат транспортный налог, увеличенный на различные коэффициенты от 1,5 до 3. Как сейчас ведется работа по сбору этих налогов? Сегодня мы разослали, буквально на прошлой неделе, мы разослали в специальную инспекцию по централизованной обработке данных все наши сформированные налоговые уведомления. Соответственно, в августе и сентябре граждане начнут получать эти уведомления. С этого года также внесены изменения по сроку уплаты. Сегодня все имущественные налоги платятся по единому сроку 1 октября. Поэтому, получив уведомление, граждане не позднее 1 октября должны заплатить налог. Соответственно, не стоит ждать крайней даты, конечного срока. Стоит это сделать, сразу же получив налоговое уведомление. К тому же, платится он по итогам уже прошедшего налогового периода года. Ну а дальнейшие, это все наши инструменты по взысканию задолженности. То есть, наступает 2 октября, у граждан возникает задолженность в случае, если они не погасили свои налоги. Мы, в первую очередь, направляем требования налоговые, где указываем, в какие сроки, какую сумму необходимо погасить. В случае, когда граждане игнорируют наши требования, мы направляем заявления о вынесении судебного приказа, отправляем их мировым судьям. Соответственно, в упрощенной схеме через мировых судей мы начинаем взыскивать транспортные или другие имущественные налоги. Уже в этом году мы направили по итогам 2014 года 19 тысяч заявлений о вынесении судебного приказа. Мировой судья, рассмотрев наше заявление и приняв нашу позицию, направляет материалы в службу судебных приставов, которые, в свою очередь, включают свое законодательство об исполнительном производстве и взыскивают различными методами задолженность. Будь то зарплатные карты, либо просто работодатели, будь то арест имущества, будь то запрет выезда за границу и прочее. Сейчас лето, запрет выезда за границу, наверное, особенно актуален. Были ли такие еще прецеденты? Да, уже сегодня 1300 граждан закрыты этим гражданам границам, не могут покинуть территорию Российской Федерации. Как следствие, конечно, это и нарушен отпуск, нарушено настроение, но это самые крупные должники, которые есть у нас в Люберецком районе. Насколько информированы люберчане о том, что нужно платить налоги, о том, что за это грозит? У нас неоднократно проводятся в течение налогового периода различные информационные кампании, будь то транспортный налог, который мы проводим совместно с ГИБДД, будь то с Росреестром различные выезды к садоводам, а также по федеральным телеканалам, в том числе по местным телеканалам, проводится информация о том, что в какие сроки уплачиваются налоги, какие налоги, какие изменения произошли. Это также и местные газеты, местные печатные издания. Даже в метро проходит кампания о том, что необходимо до 1 октября заплатить указанные в налоговом уведомлении платежи. Как узнать, что, например, я являюсь должником? Где я могу такую информацию получить? Сегодня Федеральная налоговая служба изобрела специальный интернет-сервис, это личный кабинет для налогоплательщиков из лица. В этом сервисе вы сможете, забив свой ННН, то есть получив пароль и логин в любом налоговом органе Российской Федерации, вы сможете, забив свой ННН, увидеть, имеете ли вы задолженность или не имеете. Кроме этого, вы увидите, какие начисления в текущем году были произведены, какие по вам были сформированы налоговые документы, такие как налоговые уведомления или уведомления на обязательно декларирование, или же это налоговое требование. Также, если вы сдавали декларацию 3НДФЛ, вы тоже увидите в личном кабинете. С 1 июля внесены изменения в налоговый кодекс о том, что с 1 июля вы имеете право, например, через личный кабинет официально направлять нам налоговые декларации и различные заявления, имея при этом неквалифицированную усиленную подпись. То есть это также упрощает для налогоплательщиков, приходить в инспекцию не стоит, тем самым мы нивелируем очереди, которые, ну у нас уже их давно нет, но мы их нивелируем до минимума сводим. То есть мы общаемся опосредованно с налогоплательщиком, то есть через личный кабинет, через интернет. Тем самым давая возможность плательщикам в любое удобное время, не только с 9 до 18 наши официальные часы работы, в любое удобное для них время обратиться в налоговый орган. А все-таки налоги платят не только те, кто пользуется интернетом, пожилые люди. Вот как с ними ведется работа в этом плане? Ну вот мы как раз выезжаем в различные СНТ, в различные деревни. Если это кому-то интересно, мы специально даем рекламу о том, что у нас будет осуществлен выезд к садоводам или в деревни. Люди подходят, задают вопросы. Также у нас существуют дни открытых дверей, которые мы всегда рады видеть по определенной тематике. То есть завтра у нас, например, будет день открытых дверей по налогу на доходы, послезавтра по имущественным налогам и прочее, прочее. Эту всю информацию также можно увидеть в средствах массовой информации в местных каких-то печатных изданиях. Мы отвечаем на все вопросы, возникающие у налогоплательщиков в дверях нашей инспекции. То есть двери открыты в неограниченное, скажем так, количество часов, не только рабочих. Как это вот день открытых дверей последний, когда у вас проходил? В апреле. В апреле. Как он прошел вообще? Как оцениваете эту практику? Это полезные дни, которые изобрели наши федеральные власти. Мы отвечаем на все возникающие вопросы у граждан. То есть неважно, это будет какой-то определенный. То есть человек может прийти и любой вопрос задать, и мы готовы будем максимум информации предоставить. Именно здесь и сейчас. Вот в апреле какой теме был посвящен? НДФЛ. Налог на доходы физических лиц. А в будущий? В будущий будет посвящен как раз имущественным налогам. Он наступит после 1 октября, после срока уплаты. Также вот недавно прошла декларационная кампания. Вы тоже можете немного о ней рассказать, в чем цели? Декларационная кампания – это прежде всего мы контролируем представление налоговых деклараций тех граждан, которые обязаны это сделать. А также создать все условия для налогоплательщиков, чтобы представление этой декларации было удобно. Как я уже говорила ранее, можно это сделать через личный кабинет. А также, естественно, мы не ради бога приходите в инспекцию, сдавайте лично. Мы всегда готовы принять эту налоговую отчетность. В результате мы получили порядка 16 тысяч налоговых деклараций. Это только за первые 4 месяца, то есть с января по апрель. Конечно, основная масса деклараций – это по декларациям, в которых платежчики заявляют имущественные и социальные вычеты, то есть обучение, лечение, приобретение недвижимости. Но в то же время есть порядка полутора тысяч граждан, которые продекларировали доход, с которого не был удержан налог. При этом заявив и продекларировав порядка 400 миллионов рублей в бюджет. А какого рода это доходы, из которых налог удерживается? Например, вы занимаетесь репетиторством, или вы оказываете какие-то частные уроки. Вы шьете на дому и продаете свои вещи соседям и прочее. Допустим, вы сдаете в квартиру в аренду. Вы работаете в какой-то организации, при этом не числитесь там по трудовому договору. Вы какую-то разовую операцию осуществили, работодатель не смог удержать с вас налог, соответственно, вы обязаны продекларировать этот доход. Не могли бы рассказать поподробнее про земельный налог? Что изменилось? Министерство экологии имеет право в течение пяти лет, один раз в пять лет, индексировать кадастровую стоимость. Как раз в 2013 году были приняты порядка шести распоряжения Минэкологии от 536 до 552 о том, что кадастровая стоимость изменилась. Изменение кадастровой стоимости коснулось всех земель, начиная с земель населенных пунктов, земель сельхозназначения, промышленных земель и прочих земель. То есть кадастровая стоимость увеличилась. Как следствие, при увеличении кадастровой стоимости увеличивается и земельный налог. Поэтому, получив уведомление, мы увидим увеличенные размеры земельного налога. Налог на имущество с 2014 года, он в 2014 году расчет велся от инвентаризационной стоимости, то есть по старому закону 2003-01, с расчетного года 2015, то есть в 2016 году, мы все получим уже новый налог на имущество, расчет которого будет вестись от также кадастровой стоимости. Поэтому Росрегистр обязан откадастрировать все объекты недвижимости, которые у нас есть, и мы, соответственно, сможем тогда начислить налог на имущество. Расчет налога на имущество также новый. Если ранее мы инвентарную стоимость умножали на ставку, которую ставку принимали органы местной власти, то сегодня расчет будет вестись другой совершенно формулой. Там будет учитываться как площадь объекта, его кадастровая стоимость. Также будут приниматься ставки, которые будут варьироваться, будет своя же вилка. Эти ставки будут варьироваться в зависимости от кадастровой стоимости. В среднем налог может увеличиться в три раза. То есть вырастет налог по различным объектам. Если у вас будет несколько объектов, например, в одном муниципальном образовании, это Люберцы, то будет суммироваться вся кадастровая стоимость, и ставка будет зависеть именно от этой суммарной кадастровой стоимости. Льготные категории граждан по налогу на имущество и по земельному налогу остались прежние. То есть это прежде всего, конечно, такие социально защищенные слои населения, как инвалиды первой и второй группы, ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной, пенсионеры. И, кроме того, с этого года внесли новую льготу. Это малоимущие слои населения, которые должны в соцзащите попросить взять справку о том, что у них имеется статус как малоимущих, представить ее в налоговую инспекцию, и мы дадим льготу по налогу на имущество. По льготам тоже изменения с 2015 года. Если ранее, например, все пенсионеры или все инвалиды первой и второй группы имели льготу на все объекты недвижимости, например, две квартиры в Люберцах, одна в Раменском, одна в Сочи, и жилой дом где-нибудь в Малаховке, льгота давалась на все объекты недвижимости. То с 2015 года льгота будет даваться на один объект по выбору налогоплательщика по всей Российской Федерации. Как люди на это реагируют? То есть и налоги растут, и льготы как-то на один дом только? Вот сейчас есть какие-то отзывы уже слышите от налогоплательщиков? Понятно, что те бабушки и дедушки, имея в собственности одну квартиру, как пользуются льготой, так они и будут пользоваться льготой. А, конечно, вот эти роскоши, когда у вас по 6-7-8 квартир, здесь уже будет государство ограничивать эту льготу. Но и в то же время граждане предприимчивые пытаются находить какие-то варианты, чтобы продолжать пользоваться по всем объектам льготами. Возвращаясь к транспортному налогу, какие автомобили считаются роскошными? Каждый год, не позднее 1 марта, Министерство промышленной торговли обязано выложить на интернет-сайте на своем перечень транспортных средств, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей. В этот перечень, например, в 2014 году вошли 272 автомобиля, в 2015 году вошло уже 292 автомобиля. Туда попадают такие марки класса люкс, по всей вероятности. Это Бентли, Роллс-Ройсы, Майбахи, Ленд-Крузеры и прочие транспортные средства, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей. А в чем цель именно такого разграничения налогов, как налог на роскошь? Законодательно просто закреплено о том, что если вы владеете дорогим, роскошным автомобилем, значит, вы можете себе позволить заплатить налог в 2 или в 3 раза больше, чем обычный гражданин, имея среднестатистическое транспортное средство. У нас в Люберецком районе есть какая-то статистика по сборам такого налога? Мы в этом году только первый раз начислили этот налог. У нас получилось 873 налогоплательщика, имеющих именно роскошные транспортные средства, у которых были применены различные показатели от 1,5 до 3. Итак, мы обсудили, как я могу получить уведомление об уплате налогов, а вот что делать, если я его не получил? Всем, как я уже сказала выше, кто подключил личный кабинет к себе, получит уведомление через интернет по личному кабинету. Кто не был подключен к личному кабинету, мы сформировали единый файл и отправили в адрес налогоплательщиков налоговое уведомление. Таких плательщиков у нас получилось в этом году 171 тысяча человек. В случае, если вы не получили вдруг уведомление, это может быть по двум причинам. Либо это уведомление сформировано до 100 рублей, это тоже изменение в этом году. То есть, если ваши налоговые обязательства за год составили менее 100 рублей, принято на федеральном уровне такое решение, что такие уведомления не направлять в силу экономии бюджетных средств именно на почтовое отправление. Это первое. По какой причине вы могли не получить уведомления? Вторая причина – это, например, мы до сих пор или у вас только появился объект налогообложения, а мы об этом просто не знаем. На основании 85-й статьи Налогового кодекса органы, регистрирующие такие как Росреестр, ГИБДД, Росавиация, ГИМС и прочие органы, обязаны нам в течение 10 дней после внесения различных изменений в их базы сообщать об этом нам, чтобы мы могли в своей базе поставить на учет этот объект, соответственно, человеку выдать уведомление о постановке на учет и начислить налог. Вот именно второй причиной, может быть, мы не владеем просто на сегодня информацией о том, что вы с сегодняшнего дня или со вчерашнего имеете какой-то объект недвижимости или транспортное средство. Ну и третья причина – это могут быть какие-то недоработки с любой стороны, как, допустим, инспекция. Нам пришел, например, плохой протокол форматологического контроля, и это уведомление просто не было выгружено. Но мы с такими плательщиками работаем персонально. Мы выявляем перечень этих граждан и либо, соответственно, повторно выгружаем эти уведомления, либо мы просто их отменяем и начисляем с новыми сроками. В этом году также новое изменение о том, что, например, вы владеете квартирой давно, ну, даже не давно, например, с 2014 года, и до сих пор не получили налоговое уведомление. Вы теперь обязаны нам, то есть если до 2015 года вы не должны были делать никаких движений для того, чтобы объект появился в нашей базе, то с 2015 года, в случае, если мы вам не направляем данный объект уведомления, то есть не начисляем налог, вы обязаны представить нам сообщение об этом, приложить все первичные документы на ваш объект, чтобы мы смогли по этим документам, эти документы внести, соответственно, в базу данных и начислить налог. В таких случаях вам, как плательщику, налог начисляется со следующего налогового периода, а если вы нам об этом не сообщили, то мы доначисляем вам за три предшествующих года. Хорошо, а если, например, фамилия моя неправильно написана или адрес, вот куда обращаться и что делать в таком случае? Если неправильно написано фамилия или адрес, это все органы ФМС, то есть допускаются ошибки, такие популярные, как и краткое «и», «е-е», и прочие, или там латинские русские буквы, не дай бог, допущены, то есть у нас появляются ошибки, и возможно, что уведомления вы не получите в связи с этим. Но здесь придется вам либо тогда написать также через сайт налог.ру нам обращение, что вы не получили уведомления, а мы уже будем оперативно разбираться, почему, по какой причине уведомление было вам не доставлено. Какие ошибки могут случиться в вашем ведомстве? Ну, просто чтобы быть готовыми. Какого рода? Потому что объем действительно большой у вас работы, и вот что-то такое случается не точно. Мы, к счастью или к сожалению, информацию самостоятельно, чтобы допустить ошибку руками, не вносим. То есть мы все получаем в электронном формате, через дискеты, это все проходит через интернет, поэтому если у нас есть ошибка, значит, эта ошибка есть и в регистрирующем органе, как следствие. То есть чтобы ее поправить, это нужно обратиться в Росреестр, если неправильный у вас какой-то, может быть, номер квартиры, да, или паспортный стол, если у вас неправильно имя вбито и прочее. Тоже к теме транспортного налога. Вот вы упомянули, что совершать выезды вместе с ГИБДД, вот как это все построено, как вообще это происходит? Эти акции проводятся специально для того, чтобы налогоплательщикам донести информацию, которую мы располагаем, или донести задолженности, которые они, плательщики, имеют на своих счетах. Поскольку прийти в инспекцию все-таки это затратно временно, затратно мы работаем, не всегда в удобное время для налогоплательщиков, мы специально выезжаем, например, в ГИБДД. Нам ГИБДД на Касимовском шоссе предоставляет отдельное рабочее место, где мы отвечаем на все вопросы плательщиков, которые параллельно осуществляют регистрационные действия в ГИБДД. Здесь может быть как посмотреть задолженность у налогоплательщика, так ответить какие-то на методологические вопросы, которые возникают при исчислении транспортного налога, ну и в принципе, что будет, если он сейчас поставит машину на учет. Владельцам транспортных средств рассказали о ставках и льготах, о сроках уплаты налога, а также необходимых для этого документах и имеющихся задолженностях. По словам представителей налоговой инспекции, подобные акции необходимы для того, чтобы автомобилисты сознательно относились к своим обязанностям. Хотелось бы напомнить, что транспортный налог региональный, который поддерживает все подмассу. То есть, хотелось бы, чтобы налогоплательщики были сознательны и оплачивали налоги. Еще одной целью акции стало информирование налогоплательщиков об электронных сервисах ФНС России. На сайте налоговой инспекции автомобилисты могут самостоятельно рассчитать транспортный налог, узнать о своей задолженности, а также обратиться к сотрудникам налоговых органов за помощью. Аналогичные акции мы проводим с Росреестром. Это, как я сказала ранее, выезды в прием у садоводов. Мы выезжаем в различные СНТ или в деревни. И там вместе с председателем этих СНТ организуем некое собрание, совещание, на которых также отвечаем на вопросы граждан. Сегодня также мы проводим выезд в Ростехнадзор, где вместе с инспекторами этой организации сможем ответить на вопросы в случае, если граждане сегодня зарегистрируют специальную технику или трактора. Сказали, что жители могут задать любые вопросы в ходе таких встреч. Какие вопросы чаще всего люди задаются? Чем обращаются? Чаще всего вопросы – это что делать, какой налог я буду платить, если у меня такое-то транспортное средство или такая-то квартира, и какие у меня имеются льготы, чтобы этот налог не платить, соответственно. А вот регистрацию специальной техники, то есть только потому, что вы выезжаете с Ростехнадзором, они заодно регистрируют? Мы акцию проводим как раз в дверях Ростехнадзора, то есть на их территории. Поэтому граждане, которые пришли регистрировать спецтехнику, задавая нам вопрос, какой будет налог, мы сможем им ответить или прокомментировать, имеется ли задолженность за какие периоды. То есть специальную налогу на технику? Нет, это тоже самый транспортный налог, который имеет просто свои различные ставки, как на трактор, так и на краны и другую спецтехнику. Ну и напоследок, какие планы у вашей структуры, что в ближайшее время будет делаться? Сегодня мы отправили уведомление, и можно сказать, что первую ласточку пустили. Будем до октября месяца заниматься мобилизацией дополнительных доходов, то есть выявлять другие, может быть, объекты, которые мы до этого не администрировали. Это первое. Второе. Мы будем выезжать, естественно, также вот весь август у нас будет посвящен садоводам, мы будем выезжать в СНТ. Каждый квартал у нас проводятся выезды в ГИБДД, то есть следующий как раз у нас в первую субботу, октября, будет такой выезд в ГИБДД. Ну и, конечно же, после октября мы начнем бороться с нашими неплательщиками для того, чтобы пополнить бюджет, чтобы он был прибыльным, профицитным, чтобы мы могли обеспечить те назначения, которые нам спускаются сверху. Спасибо, Евгения Сергеевна, за интересный рассказ. Напоминаю, что в гостях у нас была Евгения Маргун, заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы России номер 17 по Московской области. На этом наша программа подошла к концу. С вами была программа «Открытый диалог». Всего вам доброго!